В Большом Теле Какой лосьон выбираешь в большой бутылке? Ножки станут гладенькими. Из-за таких размеров я многое не могу делать сама. У меня есть помощница по дому, мисс Даниэль. Она приходит каждый день, помогает помыться, мажет после душа лосьоном. Я сильнее, чем все остальные люди с нормальным весом. Им не приходится сталкиваться и с половиной моих сложностей. Они не переживают о размере одежды, о том, где ее купить. Бог сделал меня большой, поэтому все должно быть большим. Если сравнивать, я не батарейка, а целый аккумулятор. У меня больше мощности. Как самочувствие? Нормальное. Когда-нибудь это будет делать мужчина. Устроить свидание вслепую? В наши дни это опасно. Я много раз пыталась сбросить лишний вес. Пила таблетки для похудения, участвовала в программах. Все бестолкало. Я всегда была больше всех. Родители развелись, когда мне было шесть. Мама работала на двух работах. Мы были предоставлены сами себе. Я научилась готовить рыбные палочки и пасту. Мама могла не переживать, что мы голодные. Мы постоянно ели вредные продукты. Я поправлялась все больше и больше. В 2013 году умер папа. Это было так неожиданно. Именно в тот момент жизнь покатилась под откос. Еда меня успокаивала. После смерти папы я ела очень много. Мне было плевать на себя. Ну что? Вроде бы все. Да, точно, мэм. До смерти папы я работала младшей медсестрой. Я любила свою работу. Мне нравилось работать в доме престарелых с пожилыми людьми. Мне пришлось уволиться, потому что из-за лишнего веса начались проблемы со здоровьем. Это мои лекарства. В день я принимаю по 19 препаратов. Это для разжижения крови, это стероиды, пью их на ночь. Это от давления, а это антидепрессант. Ясно. Эти, чтобы я тебя не убила, а эти, чтобы ты не убила меня. Я вызвалась помогать мисс Джессике, потому что люблю ее. Я очень за нее переживаю. Хочу, чтобы она выздоровела, чтобы снова начала улыбаться. Хочется, чтобы прежняя мисс Джессика вернулась. Мне сложно смотреть, как она страдает. Эти я пью, чтобы не плакать все время. Эти от рака. Принимаю их два раза в день. В 2016-м у меня обнаружили рак эндометрия. Из-за моих габаритов сделать операцию по удалению матки невозможно. Мне приходится принимать лекарства в надежде, что рак не проснется. Пока я не похудею, это единственный выход, к сожалению. У меня два раза обнаруживали тромбы в легких. От этого умирают. Это очень опасно. Я это понимаю. Часто я не могу спать по ночам, потому что боюсь умереть во сне. Боюсь, что я перестану дышать, и все. Я не хочу так жить. Пора вернуть тебя в строй. Хватит уже. Да. Я готова. Я знаю. Поэтому я здесь. Хочу тебе помочь. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я обожаю моду. Мне нравится хорошо выглядеть. Я хоть и толстая, но сажусь на кровать, нагибаюсь и крашу ногти на ногах. На это уходит уйма времени, но я это делаю, несмотря ни на что. Надеваю кольца на пальцы. Я огромная, да? И что? Мне сложно подобрать одежду. Я не могу купить футболки с надписями, поэтому делаю их сама. Этим мы и займемся. Готово. И это закончилось. Помню свою первую такую футболку. На спине было написано «Толстяки веселятся больше». Бабушка сказала, что я не могу такое носить. Я начала спорить. Бабушка была непреклонна. В итоге я надевала ее, когда ходила в магазин. Это уже готовая футболка. Она помогает мне общаться. Если кто-то хочет что-то спросить, я готова ответить. Меня это не задевает, но я хочу все изменить. Я устала от такой жизни. Это Аманда. Заходи. Я пригласила в гости подругу Аманду. Садись. Спасибо за приглашение. Аманда тоже была огромной. Она похудела, поэтому может дать мне совет и помочь пройти через это. Спасибо, что пришла. Я почти закончила. Ничего страшного. Мы познакомились с Джессикой пару лет назад в онлайн-группе поддержки для тех, у кого лишний вес. Наши истории похожи. Три года назад я весила 320 килограммов. Я не выходила из дома. У меня был рак эндометрия. Это наказание за то, что я издеваюсь над своим телом. После того, как доктор Проктор сделал операцию, моя жизнь изменилась. Я похудела на 225 килограммов. У меня больше нет рака. Я даже вышла замуж за мужчину, который тоже перенес бариатрическую операцию. Она спасла мне жизнь. Теперь я помогаю другим, таким же, как я. Я стала сертифицированным диетологом и тренером по личностному росту. Джессика моя подруга. Она хочет сделать операцию, поэтому я рада ей помочь. Я хотела поговорить с тем, кто меня поймет. Я наблюдала за тобой. Ты меня вдохновила. Думаю, сейчас самое время. Я видела, как ты вернула свою жизнь, и я тоже так хочу. Я не хочу быть худой. Никогда не была и не буду. Просто хочу носить нормальную одежду. Понимаю. Я не собираюсь зацикливаться на похудении. Хочу просто оставаться самой собой. Я решилась на бариатрическую операцию по одной простой причине. Мне пришлось выбирать. Либо я умру, либо сделаю операцию. Мне пришлось перестать врать самой себе и признать, наконец, правду. До этого я обманывала себя. Говорила, что лишний кусочек меня точно не убьет. Но это не так. Все съеденное постепенно меня убивало. Это непросто. Чтобы врач одобрил операцию, нужно постараться. Но поверь, ты не пожалеешь. Все старания окупятся. Ты рассматриваешь вариант операции? Это так страшно. Есть форумы разных групп поддержки. Иногда читаешь о том, что сразу у нескольких операций прошли успешно. А потом попадаются такие страшные истории. Джессика сопротивляется. Она придумывает оправдание, почему ей не надо этого делать. У нее столько проблем со здоровьем. Больные почки, другие заболевания. Если она ничего не изменит, станет только хуже. Скажу честно, если бы не операция, я бы уже умерла. Гарантирую. Это риск. Но в твоем нынешнем состоянии ты рискуешь гораздо больше. Да. Сама ты настолько не похудеешь. Я твоя подруга. И искренне рекомендую сделать операцию. Я не хочу ложиться под нож хирурга, но Аманда плохого не посоветует. Она уже прошла через это. У нее все получилось. Наверное, в данный момент для меня это лучший вариант. Прежде чем решиться, я должна обсудить это с родными. Ты молодец. Спасибо. Увидимся. Конечно. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует...